Всем привет! Сегодня мы будем кататься на BigBo. Вы знаете такой вездеход. Это последняя версия этого вездехода с многочисленными изменениями. Здесь уже должен стоять дизельный двигатель, здесь автоматическая коробка передач. Мы уже раньше на нем катались, где-то примерно года два назад, и у нас остались двоякие впечатления. Что-то нам понравилось, что-то не очень. Тем интереснее сегодня будет прокатиться еще раз, посмотреть, какие изменения произошли за это время. Ну, как он управляется, как работает коробка и все остальное. Внутри он, говорят, судя по картинкам, очень красивый. Едем на наше любимое болото. Сзади еще одна машина. И постараемся заснять все и рассказать. И все рассказать, и все показать. О, он двигатель уже заведен, а я и не слышу. Стою рядом, думаю, что он не запускается. Так, ну прицеп очень похож на шерповский, как вы понимаете, но не шерповский. Легко и просто съехал. Вообще не слышно звука работы двигателя. Где у него бы хлопушка-то? Здесь была. И здесь не слышно. Еще новое все. Вообще не слышно, как двигатель работает. Это новое, Common Rail. Смотри, только рукой. Еле-еле. Да, да, да. Шикарно. А я думаю, что-то не заводишься. Я думал бы это. А он уже работает. Это чехлы такие, рабочие, да? Это рабочие, да. Там же кожаные. Да, да, да. Все, сейчас покажу. Ну, в салоне двигатель, конечно, немножко слышно, но все равно. Достаточно тихо. Кондиционер. Да. Три человека здесь спокойно сядут. Спинка. Спинка сюда опрокидывается. Ага. И она становится подголовником. Иззади спальное место. Шикарно. Ну, покажи. Ну, сходи назад. Открой. Так. Приборка. Все очень красиво. По-прежнему мотоциклетный руль. Рычаг коробки переключения передачи. Это все мы видели. Индикация интересная. Верхняя панель. Люк. Есть люк. Сейчас Андрей нам что-то покажет. А, как делается спальное место. Так. Под сиденьями два багажника, как вы поняли, да? Да. Здесь все плотно. Ручка снимается. Ну, вот, все получается. Разложился. Здесь еще не оближался. Все. Запаска сделана, чтобы не пробили. Прогибалась. Вот так. Ну, шикарно. То есть, получается, подушка из спинки. Да. А если сиденье подвинуть, то она еще ниже лежит. Понятно. Сейчас расчехлим сиденье. Осталось доработать сюда. Что-то сделать. Интим навести. Палок на шторгу. Ну, просто в некоторых регионах нашей страны солнце очень яркое. И о заказчиков. И они просят шнорки, чтобы мы спим. До вечера катаемся. Согласен. Здесь сделано кондиционерно под заказ клиента. А так это люк полноценный. Набрали большой. Ну да, я помню. У тебя на тех было. Который можно вылезать, да. То есть, можно поставить либо кондиционер, либо люк. Да, да. Это под заказ. Прекрасно. Кому что нравится. Прекрасно. Мне все нравится. Посмотрим, как он теперь едет. Сюда можно даже ружьишка специально. Сделано под ружье. Угу. Ружьем. Ну, отлично, да. Можно прицепить ружье. Да. Ну, и сидеть очень комфортно. Вот мои ноги. Можно вытянуть. Наверняка сиденье еще и двигается взад-вперед. Сиденье двигается, да. Ну, ладно. Идем быстренько переодеваться. Бардачок. И поедем кататься. Обогрев лобового стекла. Обмыв. Да. Вентилятор мотора. Помпа. Камера. Камера. Работает камера? Работает камера. Три камеры. Ну, поехали. Так. Из паркинга переводим. Пережим в зад. В зад. Загорелась лампочка зад. Да. Давление 0,12. Давление 0,12. Хорошо. Нет, ни о чем не говорит. А это в измерении на другие. 100 миллиметров. Это 120? 120, да. Тогда нормально. Какая мощь. Так, непривычно. Подъезжаем к первому препятствию. Мы его проезжали неоднократно на Шерпи Бро, на Шерпи Макс, на Шерпи Н. Даже на этом. Даже на чем? Даже на леснике. На севере. И на севере. Вон есть лесник. Северный. Ну да. Нет, ну тормоз не доводит. А здесь тормоз как работает? О, ох. Что у тебя выводилось все? Сумфон был открыт. Развалилось. Так, это очень круто. На камеру это... Разгрузилось-то все. Блядь. Поехали. Ну я просто, чтобы никто не летал по салону. Моя богатая практика здесь. Когда-то я не дышал у тебя. Спуск преодолели без проблем. Впрочем, так и подъем. Заезд на болото становится с каждым годом все хуже и хуже. Он уже сложнее, чем саму болото. Да. Раньше мы это место проскакивали за 5 секунд. Сброс давления. А соседняя кнопка набор, да? Да. Раньше мы это место проезжали за 5 секунд. Вот здесь вот, правее. Но сейчас туда соваться нельзя. Мы там уже однажды немножко побуксовали. Но, в общем-то, уже и объезд испортили. В основном квадроциклисты, конечно, тут сидят. Здесь газпута, но, впрочем, не было. Ну, что я тебя буду учить? А ты в березу немножко уперся чуть-чуть. А, тут корень. А тут, если говорить, я в прошлый раз людей приехал учить. И учиться мы начали уже здесь. Понятно. Я так очень неуверенно себя чувствую. Надо по старому принципу, не мешая машине ехать. Тяжело вывернуть. Между двух деревьев. Сзади дерево и спереди. Еще бы полметра. Значит, хочется по машинам руля дать. Да. Проехать здесь мы не смогли левее. Есть два варианта теперь осталось. Можно проехать правее, а правым колесом по кромке, вот по этой. Но здесь очень глубоко и плохо. Это раз вариант. И второй вариант. Вот здесь есть квадроциклетная колея. Еще один объезд. В принципе, мы можем в него поместиться. И проехать, объехать через лесочек. Рядом. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. Потому что терять время на этой луже в стесненных условиях совершенно не хочется. Вопрос весь в том, что там некуда повернуть. Нету никакого возможности для маневра. Едем только вперед и назад. Колея накопана очень глубоко. И, естественно, среди деревьев мы не можем повернуться и вылезти из этой колеи. Потому что и слева, и справа деревья. Очень тихо работает. Практически бесшумно. Этого радует. Прям стоишь вот так вот метрах в пяти. И уже не слышно шума двигателя. И он так через кустарник этот, через деревья едет без звука. Смотрится, конечно, шикарно. Так, ну грязь мы объехали. И будем двигаться дальше. Мы добрались до знакового места. Это бревно, через которое переезжали все вездеходы, которые были на наших тестах. Ну и сейчас мы попробуем Бигбо. Бигбо. Я думаю, и он без труда это переедет, бревно. Ну, раз уж есть такая традиция. Просто мы один раз переезжаем, а потом уже, чтобы здесь не корячиться, объезжаем сюда. Вот правее там есть дорожка. Но один раз надо обязательно это бревно переехать. Ну и когда кого-то катаешь первый раз, это, конечно, увлекательный аттракцион. Посмотрим. Мы его переезжали по-разному. И наискосок, и двумя колесами сразу же на шерпе. Ну, видно, что без проблем. Без проблем. И даже такое ощущение, что легче. Слышали, как чуть-чуть дунула выхлопная труба, а звука нет. Тихо, очень тихо работает. Достаточно уверенно. Бигбо едет по болоту. На мой взгляд, я за руль еще не садился. На мой взгляд, так же, как шерп, ну, как-то не хуже и не лучше. Плюс-минус примерно одинаково. Кстати, нам часто говорят, что шерпы и шерпоподобные вездеходы оставляют после себя на болоте, на мху какие-то страшные следы, которые годами не проходят. И начинаются какие-то различные не очень хорошие процессы и так далее. Вот смотрите, мы по этим местам ездили раз сто, наверное. Я и последний раз весной ездил. Ты весной ездил. Мы ездим здесь регулярно, ежегодно, и зимой, и летом. Да, конечно, немножко видно, где была колея, да, где проехала машина. Видно примятый мох и порванный мох. Немного видно местами. Но, в принципе, каких-то страшных следов мы не наблюдаем. Все это зарастает, зарастает очень быстро. Просто если бы здесь были все вот эти нарытые траншеи, которые мы нарыли здесь за много лет, ну, здесь бы живого места не было на болоте. А болото, в общем-то, как новое. Продолжаем. Мы перешли к водным процедурам по ковру, по болоту. Как я уже говорил ранее, проехали мы нормально, без проблем. Особой разницы в поведении вездехода мы не обнаружили. Едет примерно так же. Сходный размер, сходная база, похожие колеса. Немножко больше вес, чем у Sherpa. Но, в целом, примерно он очень похож на Sherpa Max, я бы сказал. И, соответственно, ведет себя на болоте примерно так же. Ну, как он плавает, вы видите тоже. Никаких проблем. На воде держится хорошо. Рулится хорошо. За рулем никого нет. Управление осуществляется путем перемещения водителя. С левого сидения направо и обратно. Руль в этой ситуации можно не трогать. Почему у него голубые фары? Не знаю. Может, это пленка? Раскачал. Раскачал землю. Ну что? Борюсь. С непривычки. А, это наклеечки, пленочки такого цвета. Так, пока мы тут остановились с какой-то целью санитарной, давайте посмотрим еще раз органы управления. Мы видим вентиляцию на лобовое стекло, либо прямо в лицо. Рычаг переключения коробки передач, режимы, сейчас паркинг. Есть даже режим S, спорт. Температура двигателя. Температура коробки. Температура двигателя и температура трансмиссии. Какой из них, какой прибор? Нижняя коробка. Нижняя коробка. Верхний двигатель. Дальше идет монитор с камерой заднего вида. И вы можете сюда установить там все, что душе угодно на андроиде. Указатель уровня топлива. Аккумулятор. Это, вероятно, печка. Это что такое, я не знаю. Еще какой? Смелая рация. Нет, вот эта. Печка. Печка. А эта? Тоже печка. Тоже печка. Две печки, это хорошо. Свет в салоне. Световая балка. Задняя световая балка. Боковой свет. Рация. Ну и дальше идут какие-то сигнальные лампы. Вот сейчас горит восклицательный знак. А почему горит восклицательный знак сейчас? На парке. Ну ладно. Дальше мы видим, видимо, тормозная жидкость, аккумулятор, световые указатели, давление масла и подогрев свечей. В коленях. Так. USB. Прикуриватель. Кнопка старта. Еще одно USB. Камера. Камера, помпа, охлаждение двигателя, подогрев стекла и стеклоочиститель. Вебаста рядом. Два переключателя непонятного назначения. Моточасы. Давление в шинах. И, соответственно, спуск давления или накачивание давления. Вот все органы управления. Все есть, все что нужно. Там, кстати, печку видно. Как мне кажется. Если сейчас... А нажми-ка печку, она там вращаться начнет. Да, а выключи. Работает, да. Вращается. Прикрой, где? Прикрой. Только что преодолел я вот это болотистое место при помощи... Смотри, как летит. При помощи шестая ног и было непросто. Посмотрим, как проедет здесь Биг Бо. Немножко, конечно, покорежит. И, очевидно, что грибники будут на нас ругаться. Но что делать? Хотя какие тут грибники? Но кто-то сюда ходит на болото. Мы встречали здесь иногда людей. Опа, врезался в березу. Мы встречали здесь иногда людей, которые куда-то и зачем-то туда идут. Клюквы здесь немного, вроде бы. Клюквы на другом болоте. Так. Биг бы не поместился. Но ничего, подправился и выехал. Теперь как бы мне пройти дальше. Так уж здесь все и просто. Упс. Не сгибнуть бы на этом болоте. Так. Вот мы где. Вот мы где. Что-то там происходит. Но я не вижу. Потому что дальше идти. Дальше идти как-то опасно. Я вижу. Биг бы там слегка прибуксовывает. А снимать надо. Придется идти. Так. Если пойти вперед. Если наступить сначала сюда. Потом сюда. Потом сюда. Опа! Я вышел. Здесь тоже жидко. Так вот, чтобы вы понимали. Но более-менее. Так. Что мы видим? То, о чем мы говорили чуть ранее. На холостом ходу колеса не крутятся медленно-медленно. Как на шерпе. Как на вездеходе с ручной коробкой передач. На автоматической приходится все время поднажимать ногой. Но, тем не менее, это не особо мешает. Кондиционер на крыше установлен, видите, в таком защитном контейнере. Каких-то там веток свисающих бояться. Можно не бояться. Но, если вы будете проезжать под серьезным каким-то бревном. То надо не забывать, что на крыше есть кондиционер. И его можно снести. Легким движением руки. Водичка. Побежала. Что-то меня брать не хотят как-то. Ага, нет, хотят. Наоборот, подают. Машину максимально удобно. Ну что ж, это хорошо. Похвальня. Заходим. Заходим. Для этого дергаем вот эту ручку. Нет, сначала открываем стекло. И дергаем эту ручку. Все. Отлично. Дальше нужно сделать шаг. И попадаем внутрь. Едем дальше. Движение по мху без проблем. В Волотину переехали. Тоже легко и просто вы видели. Чайки злятся. Заехали мы на их территорию. О, а вот на этом месте мы как-то раз стояли, фотографировались с парнями из квадроклуба, как он называется, Норд-Вэй или Норд-Вест, уже забыли. Да, вот здесь мы стояли, возле этих елочек. Делали разные фотки. Пока мальчики писают, я двигаюсь вперед, чтобы занять удобное место для съемки. А тут прошел лось, или кабан огромный. В общем, ни с тем, ни с другим не хотелось бы встретиться сейчас. Лес, конечно, в этом месте выглядит, как на картинах Шишкина. Все завалено, перепилено. Посмотрите, жуть, просто жуть. Потому что все сухое, и все это от недавнего прошедшего урагана падает. А сухое оно, потому что здесь караед. В общем, достаточно известная проблема для района вокруг Новорижского шоссе. Здесь когда-то кто-то делал дорогу много лет назад из этих бревен. Вот она до сих пор местами сохранилась. В общем, до недавнего времени была в достаточно неплохом состоянии. Ну, квадроциклы, время и ветер делают свое дело. Только треск веток и пение птичек слышно. Это все, конечно, не препятствие для бегло. Вообще, абсолютно никакое. Едет он легко и просто. Уверенно. И очень тихо. И. Продолжение следует... Продолжение следует... Прям в диск попало, вовнутрь. Вот, все. Продолжение следует... Есть такая опция, канистры в диске, которые устанавливаются на все вздеходы. Продолжение следует... Ну, такое тоже происходило. В этом нет прям чего-то сверхъестественного и достаточно обычной ситуации. Когда колеса попали в колею, видите? Сейчас специально снимаю без микрофона. На петличке звук идет через обычный микрофон, и вы слышите, как тихо было, когда вездеход проехал мимо. Да и сейчас вот он едет рядом. И достаточно тихо. Не перестаю это подчеркивать, потому что довольно необычно. Огромная... Огромная сосна, которую надо объезжать через лес и кучу поваленных деревьев. Сюда мы точно не сунемся. Справа объезжать сложно. А слева тоже непросто. О! Смотрите, тут сколько всего. Поэтому надо залезать в чащу. Вот и проверим, как Бигбо лазит по лесу. Смотрите, какое сложное место. Это мы объехали по лесу. Очень быстро, без остановки. Бигбо справился. О! Кидает из стороны в сторону. Жуть! Владельцы вездеходов, приезжайте, прокатитесь по этой дороге. После дождя особенно. Сейчас-то подсохло. Все-таки присели на колею, да. Все-таки добились. Добились. Там колея и бревно еще. Искомово. На бревне сидим. О, смотри, у него сами колеса крутятся. Если водятел выйдет, то сразу. Давайте, толкайте. Вот. Это сзади, наверное. Вот. 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 залипательное видео хочется смотреть и смотреть на проект там машины есть от силы 200 метров но они не простые сейчас еще ходить можно все бросить до машин дойдем андрей как-нибудь разберется так мы наконец выехали надо сказать что в конце у нас было небольшое приключение где-то так на полчасика мы подзависли на брюхе да и из подзручных средств у нас были у нас не было ничего даже влажных салфеток вот только спасли нас бревна до попали мы на глубокую колею но на этом справедливости ради надо сказать что мы в этом месте и на шерпе сидели один или два раза и также бревнами вытаскивались вот хочу задать несколько вопросов андрей во первых во первых расскажи сколько стоит как купить как оплатить там какие условия тогда это первый вездеход здравствуйте это первый вездеход который мы сделали в новой комплектации и обновленный в чем обновленность мы убрали люки сделали его динамичный убрали люки опустили вниз в кузов дух и сейчас не видно и легче проходить ветки прошибать потом изменили немножко салон сделали его больше на 15 сантиметров удлинили заднюю часть чтобы салон был побольше можно показать чтобы пойдем покажу вот здесь здесь расширили до расширили здесь увеличили заднюю часть вот все остальное в принципе тоже поставили двигатель поставили не поперек а вдоль машины убрали центральную цепь сделал несколько изменений да но она стала лучше работать машина и меньше шума ну и за счет двигателя двигатель поставили новый 128 лошадей хундай вместе совмещенной с коробкой автомат так в принципе все едет так же пожалуйста на сайт на сайте на сайте все звоните 11 миллионов рублей наличие нет есть есть несколько рам которые уже сделаны но до конца нет потому что мы каждому заказчику даем право выбирать цвет цвет салона цвет машины раскрас предлагаем разные варианты и они уже определяются кому нужно синий кому зеленый следующая машина у нас будет черная три месяца мы поста да я забыл сказать мы поставили бортовые редуктора чтобы разгрузить и двигатель чтобы было легче двигаться он шел бортовые редуктора нашего производства сами разработали их гарантий как у всех вездеходов год или 200 моточасов но в принципе но в принципе мы никого не бросаем своих клиентов со всеми в общем-то на в тесном контакте но мы мы не можем сказать мы просто рекомендуем раз полгода это делать нет жестко не менее жесткого нет а мы поставили еще двухрядные цепи я просто после поездки немножко в возбужденном состоянии не могу сразу сказать да 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 просто давно так не и не трудился спасибо моим сотрудникам которые не положили ни пилу не лебедку лебедку положили вернее всего но батареечки не положили и нам пришлось с помощью лома и матери какой-то доставать его не рассчитывали что попадем до какую-то историю мы тоже надеемся на легкую поездку так думали что два часа покатаемся покатались четыре что делать зато испытали спасибо категория что поучаствовали в тест-драйве ну шерп клуб теперь приказал долго жить наверное шерп приказал до клуб остался хорошие ребята всем рекомендую спасибо вам но прекрасно выглядят чехлы слушай но прям до ней сидушки прекрасно они чехлы я тоже как это как андрей горит переволновался да мы все уже посмотрели все очень интересно красный цветом и очень идет сиденье прекрасные да да друзья на этом мы заканчиваем нашу встречу с бигбо машина прошла наш классический круг тест-драйв для обучения застряла там где положено там и все остальные да где все проехали где проезжал шерп и другие вездеходы бигбо проехал где все застревать тоже застрял четко вот вытащили такими же способами ничего сверх естественного потому что дорожный просвет примерно одинаковый шины примерно то что я уже говорил до сих пор с тобой не возим откладываем червачки да ну поэтому на этом все только подмосковье на этом все подписывайтесь на наш канал у нас скоро будет начнется подать до кострома до встречи в костроме скоро мы начнем показывать еще вездеход экстрим ну и другие вездеходы еще что-нибудь да все всем всего хорошего всем пока крепкого здоровья всем не болейте к видам и другими гадостями